Изобретения всегда опаздывают. Мореплаватели наносят течения, рифы, мели на карту, чтобы другие, те, кто идут по их следам, знали об этом. А у изобретателей нет такой карты. Каждый начинающий проходит через одни и те же ошибки. Годы, десятилетия нужны, чтобы накопился какой-то опыт, выработались какие-то приемы. Надо учить творчеству. А для этого нужна наука. Такой науки давно мечтали, ее не было, она сформировалась только в последние годы. И вот сейчас в Баку, в Дубне, в Днепропетровске, в Горьком есть школы, где учат изобретать. Мы вам покажем эти занятия. Очень трудно снять занятия в такой школе, потому что нельзя поставить аппарат во время занятий, это собьет творческий процесс. И нельзя снимать скрытой камерой, потому что занятия идут в течение многих месяцев. Но вот кое-что удалось снять, я еще что-то расскажу вам. Нам очень хочется показать вам, как идут, как учат изобретательскому творчеству. Нам хочется рассказать о науке изобретать. Итак, задача. Горячий газ из печин, из химического реактора, температура газа градусов 600, содержит пыль, много пыли. Надо очищать пыль. Для этого применяют матерчатые фильтры. Материя металлическая, разумеется. Вот такой фильтр очень хорошо работает, но довольно быстро забивается пылью. Вот отсюда и возникает задача. Как очищать теперь фильтр? Условия задачи вы теперь знаете. Ну, давайте попробуем. Какие идеи вам придут в голову? Пожалуйста, смелее. Кто? Учего, продуватель с другой стороны. Его фильтр продувать с другой стороны. Ну, хорошо, вот есть одна идея. Продувать фильтр с другой стороны. Обсудим. Ну, один поток воздуха будет перекрещаться с другим потоком. Электризовать пыль. Наэлектризовать пыль. Прекрасно. Пыль утяжелить еще, чтобы большие куски такие. А как это делать? Намочить. Пыль намочить. Есть мокрые электрофильтры. Ну, что ж, хорошо. Хотя задача... Как вы сказали? Что заходит пар в водяной испарядке. Да, там 600 градусов, действительно. Как мы намочим эту вашу пыль? Можно маслом. 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 Что еще? Построить холодильную установку. Вы решали эту задачу методом проб и ошибок. Схематически этот метод можно показать вот так. Ну, вот задача. Поисковое поле. Где-то решение. Где именно решение, мы не знаем. Ну, идет наугад перебор вариантов. Вот сделана одна попытка. Вторая попытка. Нет хорошего решения. И снова отступление к задаче. И новая попытка. И в какой-то случае что-то внешнее подскажет решение. Можно годами буквально перебирать варианты. И вот в ожидании того момента, пока будет какая-то подсказка из мне, какая-то случайность. Вот озарение чаще всего именно с этим и связывают изобретательское творчество. Особенно в кино. Я вам сейчас это покажу. Потушите, пожалуйста, свет. Это кадры из фильма «Секрет НСЕ». Фильм о талантливом изобретателе Егорове. Егоров изобретал намоточный станок. И вот потребовались многие месяцы работы. Потребовалось перебрать сотни, сотни вариантов, прежде чем была найдена идея. А вот сейчас вы видите момент, когда счастливая случайность подскажет Егорову эту самую идею изобретения. Ведь Егоров мог сесть в другой вагон. Тогда потребовалось бы еще и еще перебирать варианты. На это снова бы ушло время. Решая задачу методом проб и ошибок, изобретатель пытается сразу от задачи прийти к решению. Представьте, что стоит человек, и вот он хочет подпрыгнуть на пять метров. Выше физических возможностей человека. Сразу от задачи, сразу получить готовое решение. Никто не прыгает на пять метров. Есть лестницы по ступенькам, полметра пускай между ступенькой, другие полметра. Вот так может пройти каждый. Вот изобретателю в сущности тоже нужна лестница. Нужна какая-то программа, которая позволит сложную задачу, пятиметровую задачу, ну разбить на ряд таких вот относительно простых шагов. Нужна программа организации творческого процесса. Вот такую программу в нашей стране начали разрабатывать с 1946 года. Незадолго до этого шла еще дискуссия. Спорили две школы научные. Одна утверждала, что изобретательство определяется химическим составом крови. Это было на полном серьезе. А другие говорили, нет, это не так. Все дело в том, что изобретатель, он немножко, ну он немножко, в общем, не вполне нормальный. Это обставлялось вполне научными словами. Вот такие две точки зрения, они тогда и были. А тут нужно создать программу, по которой изобретатель будет решать сложную техническую задачу. Создать программу творческого поиска. Странным это тогда казалось. Ну а потом такая программа была разработана. Она была еще слабая, несовершенная. Она испытывалась на задачах простых, потом более сложных, на практических задачах. Она постепенно крепла, становилась более совершенной. Вот так был разработан алгоритм решения изобретательских задач. Сокращенно АРИС. АРИС разбивает процесс решения задачи примерно на 50 шагов. 50 последовательных операций. Что это за операции? Ну давайте посмотрим один из этих шагов. Вот несколько странный шаг. Мы начинаем решать задачу не с начала, а с конца. Это же алгоритм изобретательского, необычного мышления. Ну как можно начать решать задачу с конца, если мы не знаем ее решения? Реального решения мы не знаем, но мы всегда можем представить идеальный конечный результат. Ну неосуществимый, ну мечту какую-то, фантазию. Как бы нам хотелось, чтобы задача была решена в самом идеальном случае. Вот такое представление о задаче, идеальный конечный результат, оно выводит нас сразу в район сильных решений. Задача. Есть холодильный агрегат. Надо найти способ обнаружения неплотности в холодильном агрегате. Ну там змеевик, все видели, что такое холодильный агрегат. Змеевик, какие-то соединения, такие вот маленькие течи, через них проходят капельки раствора. Это может быть водоамеачный раствор, ну фреон, масло, все равно. Вот маленькие капельки просачиваются, нужно уметь их быстро и точно обнаруживать. Если фреон, то голодным течискателем. Так, еще. Покрасить чем-нибудь, будет реагировать с краской и изменять ее окраску. Эти капельки. Изменим задачу. Как искать золушку? Где золушку? Она сама говорит, я золушка. Дать объявление, и золушка сама подойдет. Не скажет она сама. Сформулирует идеальный конечный результат. Как сделать, чтобы было идеально? Никого нет, кроме золушки. Вот это другое дело. Никого нет, кроме золушки. А теперь вернемся к холодильнику. Капелька, которую вы ищете, та же золушка. Ничего не видно, кроме капельки темнота. И сейчас еще в темноте есть. Прекрасно. Значит, мы можем легко сделать так, что все исчезнет. Будет темно. Просто выключаем свет. Прекрасно. А как сделать, чтобы все-таки капелька была видна? Светится. Светится. Добавка люминофора. Вот это и есть ответ на эту задачу. Помогло точное определение идеального конечного результата. Трудная изобретательская задача. Трудна потому, что в ней содержится техническое противоречие. Пытаешься улучшить одно какое-то свойство технического объекта, ухудшается другое свойство. Пытаешься выполнить одно требование, нарушаешь какое-то невольно другое требование. И вот так вот бьешься с этим техническим противоречием. Ну вот что такое техническое противоречие? Режиссер попросил меня прийти сюда, вот прям на улицу, и начал в каком-то наглядном примере показать, что такое техническое противоречие. Ну, наверное, и не надо было бы даже выходить на улицу, потому что, ну вот тот же микрофон, вот пожалуйста. Ну вот, можно сделать микрофон чувствительнее. И тогда он передаст все тонкости моего не очень красивого голоса. Но зато будет он очень усиленно ловить и посторонние шумы, помехи. А в одном выиграешь, в другом проиграешь. И так, собственно, с любым техническим объектом. Мы пытаемся как-то улучшить что-то, одну часть, но какое-то свойство. Невольно ухудшаем другое. Ну, взять хотя бы автобус. Вот автобус должен быть длиннее, для того, чтобы вместить больше пассажиров. Но как он развернется, такой длинный автобус, техническое противоречие, опять же, надо его решать. Изобретательская задача, в сущности. Простая задача, простое решение. Вот оно, едет автобус, разрезан он пополам, принцип дробления, и соединены обе части. И вот что интересно. Изобретательских задач бесчисленное множество. А технических противоречий, которые лежат в их основе, в общем-то, не так уж много. Более того, они могут быть устранены едиными приемами. Всё многообразие мира построено из сотни химических элементов. Вот примерно такая картина получается и в мире изобретательства. Всё бесконечное многообразие изобретательского мира, в общем, в конечном счёте, можно свести к сотне приемов, к сотне инструментов. Вот потребовалось проанализировать десятки тысяч патентов, авторских свидетельств, рефератов статей, для того, чтобы выявить примерно 50 типовых приемов. Но это 50 универсальных приемов, позволяющих решать очень большое число задач. Более того, эти приемы сведены в таблице. В общем, ну, задач 8 из 10 мы с уверенностью можем на хорошем уровне решать с помощью этой таблицы. Тише, пожалуйста, тише. Мы вернёмся сегодня к задаче о фильтре и рассмотрим эту задачу, применяя таблицу устранения технических противоречий. Так почему техническая противоречия? Ведь есть физическая противоречия, здесь она чёткая, большие должны быть поры и маленькие. Я хочу, чтобы эту задачу вы решили, используя только таблицу устранения технических противоречий. Вот Паганини сыграл на одной струне. Так что это? Потому что у него не было струн, мастерство было, талант сумел сыграть на одной струне. И вот вы сумеете сыграть здесь, вот в этой задаче, только на одной таблице. Что мы хотим улучшить? Наверное, продолжительность действия. Ну, конечно. Поставится много фистеров друг на друга. Что мы при этом проиграем? Сложность. Резко увеличится сложность. Всё верно. Ну, так вот, теперь у вас есть противоречия. Продолжительность действия конфликтует со сложностью. Пожалуйста, посмотрите по таблице. Что там за приём? 28. Пункт Г. 28. Пункт Г. Использовать поля в сочетании с феромагнитными частицами. Ну, вот и отлично. Это точно совпадает с контрольным ответом на эту задачу. Каков теперь у вас следующий шаг? Наоборот. Правильно. Приём наоборот. Так фильтр, вернее, сам порошок должен быть вокруг, а магнит посередине. Мы вывернули шиворот на выворот, вывернули это изобретение. Так вот, это тоже, на это тоже есть авторское свидетельство. Только эти два авторские свидетельства отделены друг от друга семью годами. Семь лет было потеряно. А у вас сколько ушло на это время? Одна минута. Три минуты. Две. Две минуты. В конце концов, какая разница? Решена задача за один день, за один час или за неделю. Важно, чтобы не пропали годы. Годы ведь пропадают. Вот таких примеров вы знаете сколько угодно. Все эти изобретения по существу опаздывали. Ну вот вам, пожалуйста. Отличное вроде бы изобретение. Надо разрушать, разрыхлять уголь. Пробуливают скважины и подают туда жидкость. Подают. Сначала просто подавали. Догадали, что можно подавать импульсами. Вот это и изобретение. Какой там резонанс? Просто импульсами подавали. Вот сколько насос может подавать, столько он и подает импульсами. Никому в голову не пришло это самое слово. Это резонанс. Ведь прошло время какое-то. Вот как вы думаете, кстати, сколько времени понадобилось, чтобы догадались резонанс этот же самый используется? Собственную частоту колебаний? Ну, наверное, не больше года. Не больше года. Шесть лет. Шесть лет между авторскими свидетельствами расстояния. Шесть лет. В автобиографических записках Инфильда есть забавный эпизод. Однажды Капица задал Инфильду и Ландау смешную задачу. Задача такая. Собаки привязали к хвосту сковородку. И вот вопрос. С какой скоростью должна бежать собака, чтобы не слышать стука сковородки? Дальше Инфильд пишет, что мы с Ландау долго размышляли, какое тут возможно решение. Наконец, Капица сжалился над нами и дал ответ, разумеется, очень смешной. Ответ, в самом деле, очень смешной. Собака должна стоять на месте. Но почему было трудно решить такую задачу? Потому что в условиях задачи говорилось о скорости. Скорость в нашем представлении связана с движением. И вот начались поиски, какая скорость, какое движение. А там не должно быть движения, не должно быть никакой скорости. Вот в Аризе есть шаг, который специально предназначен для того, чтобы из задачи убрать всю терминологию. Всю техническую терминологию, которая будет навязывать какое-то определенное решение, толкать в каком-то определенном направлении. Потому что именно техническая терминология и есть носитель психологической инерции. Если так задача хорошо решается с помощью таблицы, так нужно размножить таблицы и вывесить в институтах, научно-исследовательских учреждениях. Перед каждым конструктором пусть перед ним будут таблицы. Как задача будет? Пускай заглядут в таблицу. В общем-то почти гениально. Только если бы мы вывесили везде таблицы математические. Таблицы интегралов, логарифмические таблицы, еще тригонометрические. Выработалось ли бы от этого у всех математическое мышление? Таблицы инструментов. Этим инструментом надо пользоваться, уметь. Например, такая задача. Вот стеклянная трубка, из нее выкачан воздух, вакуум. И вот здесь падает железный шарик. Вниз падает. А тут контакты. Они не выступают. Просто к стенкам подведены электрические контакты. И вот когда шарик падает, он, естественно, замыкает эти контакты. И включает электрическую цель. Что здесь плохо? Плохо то, что для того, чтобы замыкать, шарик должен соприкасаться с контактами. А для того, чтобы точно падать, он не должен, даже трени не должно быть. Он не должен соприкасаться с контактами. Значит, вот вам четкое физическое противоречие, во-первых. Ну, вот если вы обратитесь к таблице, таблица вам скажет, надо изменить состояние вещества шарика. Вот что вам может сказать таблица. Шарик сделать... Из металлической жидки. Из металлической жидки. Ртуть. То есть там налить электролит и прогулькивать воздух. Ну, вот вы начали уже перебирать варианты. Я вам сейчас покажу, как выглядит этот шарик. Ну, человек пять, пожалуйста. Ну, вот, чтобы долго не выбирать, пожалуйста. Вы, 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 вы идете. Мне пять человек, ну, я из вас сделаю шарик этот. Пожалуйста. Вот так я расположил ребят в классе. Пять человек играли роль шарика, а это были три пары контактов. Ну, шарик должен был пойти вниз вдоль этого коридора, и контакты должны были задерживать движение шарика. Вот пятерка пошла, и, естественно, контакты схватили ее, все как вот настоящая задача, значит, движения нет, заела шарик. Тогда я сказал ребятам, чтобы они держали руки некрепко. И вот получилась совсем другая картина. Пятерка снова пошла, первая пара контактов, как и в том случае, снова захватила крайних ребят, а три человека, они отпустили руки и проскочили дальше. Здесь снова захватили двух ребят, ну, и последний человек, вот, он прошел дальше до последней пары контактов. Вот для этого есть специальный прием. Надо представить себе, что этот объект состоит из толпы маленьких-маленьких человечков, ну, каких-то маленьких живых существ, там, рой мух, или это даже просто облака пускай будет. Вот это дает возможность сразу почувствовать, что форма не жесткая, что ее можно как угодно менять, разделять, заставлять как-то принимать другую форму. То есть она становится послушной любым мысленным изменениям. Мы убираем психологическую инерцию и можем как угодно менять этот наш объект. Курск. АРИС изучают и применяют не только инженеры, изобретатели, но и ученые, физики, химики, биологи. Петрозаводск. Производственное объединение целевоз бумаж. Кандидат технических наук Геннадий Слугин, используя АРИС, разработал новый технологический процесс, защищенный шестью авторскими свидетельствами. Ташкент. Заслуженный изобретатель Юрий Чинов имеет 56 авторских свидетельств. 40 из них получены в результате применения АРИС. В Баку кандидаты наук Яхья Адигизалов и Рамис Гашимов, используя АРИС, сделали изобретение, включенное в перспективный план внедрения важнейших достижений медицинской науки. Решая изобретательскую задачу по АРИС, мы имеем дело с конкретной технической проблемой. Вершена одна задача, вторая, десятая. Постепенно меняется стиль мышления. Человек уже не идет по АРИСу шаг за шагом. Он перепрыгивает через ступеньки. Яркие идеи возникают мгновенно. Так что же такое АРИС? Программа решения изобретательских задач или еще и программа развития творческих способностей, таланта? Продолжение следует...